Селфи с оружием убивает. Сотрудники Министерства внутренних дел выпустили специальную памятку, в которой прописаны опасные места для селфи. На такой шаг силовиков сподвигли участившиеся случаи смертей при попытке сделать яркие фото. Среди опасных мест названы мосты, крыши домов и вагоны поездов. Памятки с фотографиями сопровождают яркие слоганы. И примеры, когда попытки сфотографировать себя в экстремальных условиях закончились гибелью. По мнению полицейских, главная цель этой акции – в доходчивой форме донести до любителей селфи, что погоня за лайками может привести к смерти. В качестве одной из громких историй сотрудники полиции привели факт гибели молодой девушки от огнестрельного оружия, с которым погибшая делала селфи. Отмечу, что наш город в печальную статистику, к счастью, не попал. Однако экстремалов любителей селфи немало. Чего только стоят поступки блогеров, покоривших памятник журавли, крышу театра оперы и балета и строительные экраны. Что же такое селфи – болезнь или опасная любовь к экстриму? К обсуждению этой темы к нам присоединяется заведующая отделением кризисного состояния областной клинической психиатрической больницы Святой Софии Евелина Плята. Здравствуйте, Евелина. Добрый вечер, Павел. Евелина Ивановна, а вот как вы считаете, селфи – это болезнь? Не во всех случаях, но стоит разобраться в причинах, почему люди постоянно фотографируют себя и выкладывают свои фотографии в интернет. В некоторых случаях это норма, когда человек действительно, понравившись фотографии, пытается выложить и посмотреть на нее, вспомнить какие-то приятные моменты своего отдыха, встречи с друзьями, мнение друзей узнать об этой фотографии. А может ли селфи стать причиной психического расстройства? Когда это приобретает постоянно характер, только исключительно делать снимки и выкладывать в интернет, и только каждую минуту нажимая на спусковой крючок, которым является камера или, скажем так, фотоаппарат, то, конечно же, мы говорим уже о психической зависимости. Любая зависимость психологическая имеет сценарий также наркотика. То есть злоупотребление каким-то психоактивным веществом, наркотиком или алкоголем приводит к тому, что человек постоянно хочет получать какое-то удовольствие. Это химический путь, я сказала, а в данном случае психологический путь. А люди какого возраста и пола больше подвержены самофотографированию? Ну, казалось бы, достаточно внешне безобидное такое увлечение должно присуще быть в основном молодежи. Но, как показывает практика, и люди среднего возраста, и даже пожилые люди так подсаживаются на компьютер, и одним из проявлений как раз компьютерной зависимости, да, некоторой, естественно, является как раз селфи. И иногда это не зависит от возраста. То есть есть такие наркотики, которые постоянно хотят, чтобы о них говорили, о них думали, демонстрировать себя, демонстрировать особенности своей жизни. По половому признаку, ну, изначально женщины более демонстративные за счет, опять же, эстрогенного фона, гормонального. И, конечно же, относительно к сегодняшней теме, женщины в большей степени подвержены вот как раз обсуждением себя, выставлением себя на показ, на всеобщее обозрение. Эвелина Ивановна, давайте подведем итог. Чем же все-таки опасно селфи? Чем же опасно селфи? Ну, во-первых, как я уже сказала, все больше и больше хочется человеку острых ощущений. И все больше и опаснее становится кадров на грани жизни и смерти. Это могут быть какие-то скалистые, обрывистые горы, на фоне которых прям одна секунда до смерти, можно сказать, нет ничего дороже жизни. И когда человек просто так легкомысленно рискует жизнью, это говорит о том, что, конечно же, немножечко нужно ему обратить внимание на состояние своей психики и обратиться или к психологу. Ну, а если более, это уже вариант такой серьезный, то обратиться к психотерапевту или к психиатру. Спасибо, Евелина Ивановна, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. До свидания, Павел. А я напоминаю тему селфи. Мы обсуждали с психиатром Евелиной Плята. На выпуске памяток акции МВД «Безопасные селфи» не закончится. Наряду с печатными инструкциями в рамках проекта готовятся социальные видеоролики о последствиях экстремального селфи.